МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 16 по 20 апреля 2018 года на территории округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье-2018», в ходе которого проверено 280 владельцев оружия, изъято 12 единиц оружия, составлено 9 протоколов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 апреля 2018 года в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что у жителя Наринмара в помещении бара похищен мобильный телефон стоимостью около 25 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался местный житель, 99-го года рождения, ранее привлекавшийся за совершение аналогичного преступления. Полицейским он рассказал, что, находясь в питейном заведении, он увидел, как один из посетителей уснул за столиком, и его телефон упал на пол. Молодой человек подобрал гаджет и покинул заведение, распорядившись похищенным на свое усмотрение. В настоящее время телефону злоумышленника изъят. Следователем управления в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту В, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стражи порядка призывают граждан ответственно относиться к своему имуществу и не допускать чрезмерного употребления спиртных напитков. В Управлении МВД России по Ненинскому автономному округу ведется дознание по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, совершевшего хищение лодки. Сотрудники полиции обращаются к жителям округа с просьбой об оказании помощи в установлении владельца данной лодки. Если вы располагаете какой-либо информацией о собственнике данного имущества, то можете сообщить в дежурную часть по телефону 02 или 421-26 либо в отдел уголовного розыска по номеру 8-911-654-8254. В дежурную часть управления за последнюю неделю поступило два сообщения о хищениях, совершенных несовершеннолетними в магазинах. Так, 13 апреля 2018 года в магазине, расположенном по улице Губкина поселка Искателей, 11-летний мальчик пытался похитить шоколадное яйцо, но был остановлен работником охраны на выходе из торгового зала. 17 апреля в магазине по улице Ленина города Наринмара мальчик 9 лет пытался совершить хищение двух упаковок жевательной резинки, но также остановлен охранником продуктового магазина. Работниками торговой сферы в обоих случаях о произошедшем сообщено в полицию. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки и рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. В связи с этим сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обращаются ко всем родителям округа. Объясняйте своим детям ответственность за противоправные поступки и сами будьте для них примером законопослушного поведения. Будьте внимательны к своим детям, вовлекайте их в общественно полезную деятельность, кружки, секции. В дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что житель поселка Нальбинос высказывал своему знакомому угрозу убийством. Участковому полномоченным полиции, обслуживающим данный населенный пункт, установлено, что 14 апреля 2018 года мужчина, 94 года рождения, находясь в гостях, употреблял спиртные напитки со своим знакомым. В процессе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость, повалив хозяина квартиры на диван, приставил к его горлу кухонный нож и высказывал угрозу убийством. Воспользовавшись моментом, мужчина вырвался от обидчика и покинул квартиру. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведению, статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и до пяти лет, в зависимости от квалификации совершенного деяния. 15 апреля 2018 года в дежурную часть управления обратилась жительница Наринмара с сообщением о том, что она нанесла ножевое ранение своему супругу. Полицейскими установлено, что в процессе употребления алкогольных напитков между ней и ее мужем возник словесный конфликт, в результате чего она нанесла своему супругу один удар ножом в область живота, отчего он упал на пол. Осознав содеянное, женщина вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся в полицию. Мужчина доставлен в окружную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту З, части 2, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уважаемые жители округа, состояние опьянения, вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, может быть признано судом как отягчающее обстоятельство и виновное в совершении преступления лицо понесет более строгое уголовное наказание. Сотрудники полиции призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления велся розыск лица, обвиняемого в совершении грабежа и скрывшегося от суда. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено его местонахождение и лицо, находящееся в федеральном розыске, задержано. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он водворен в изолятор временного содержания и предстанет перед судом. 22 апреля 2018 года на площади Ленина, города Наринмара, состоялся митинг Ненецкого регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации. А на лыжной базе спортивной школы «Труд» прошла лыжная гонка эстафета поколений. Нарушение общественного порядка не допущено. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен житель округа, разместивший на своей странице в социальных сетях изображение, демонстрирующее нацистскую символику. В соответствии с требованием статьи 6 Федерального закона номер 80 ФЗ от 19 мая 1995 года об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Важнейшим направлением государственной политики Российской Федерации является решительная борьба с проявлениями фашизма. В России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющий многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. 19 апреля 2018 года в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, который рассмотрен судом и ему назначено наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова